В качестве семян мы используем селекцию французскую, компанию Флоримон Депре. Выращиваем свои семена, подрабатываем на своем заводе. У нас есть комплекс по подготовке семян, уникальный комплекс. Мы готовим через свою линию семена, проходят они через фотосепаратор, обязательно с протравкой семен. Прорабатываем против болезней, обязательно питание добавляем. Подготовка почвы к севу, это обязательно августовская зябь, либо вспашка, либо чезеревка. Обязательное выравнивание с осени, чтобы поле было выравнено идеально с осени. Внестение фосфоросодержащих удобрений и серосодержащих мы вносим сульфамофос, хотя бы 100-150 кг с осени, потому что недостаток серы в наших почвах мы делали комплексное агрохимобследование, и это все у нас выявляется. И весной, ранее весной, либо зимой февральский локт, чем раньше, тем лучше. Мы заходим сеять горох. Это должны быть оптимальные сроки февральского локта. В идеале, без предпосемной культивации, сразу заходим и сеем горох. Но поле должно быть идеально подготовлено, выровнено с осени. Норму высева подбираем оптимальную. Семенные участки высеваем с нормы высева 1,2 млн на гектар. Товарные посевы высеваем с нормы высева 1,5 млн на гектар схожих семян с учетом посевной годности. Килограмм получается, если семенные, порядка 300 кг. Товарные посевы 350-380 кг на гектар. А можно рассказать о ваших семенах? Потому что в французской селекции первый раз я слышу об этих семенах. Чем они хороши для Кубани? Вы знаете, это селекция Плоримон-де-Пре. Мы работаем в совместном выращивании с Росагротрейдом. Завозим оттуда элиту, получаем первую репродукцию. Сорт гороха мы выращиваем один, это Балдор. Также представляем этот горох к реализации Балдор первую репродукцию. Очень продуктивный урожайный сорт. Отличается своей устойчивостью к осыпанию, засухоустойчивостью. Стойчивость к расщеплению, очень мало пилюшки, практически ее нет. Усатый тип, куст растения, растение усатое и не ложится. Очень удобна и технологична уборка. По урожайности поля достигают свыше 50 центров. У нас площадь плохо 2600 гектар и на всю площадь мы получали урожайность 46 центров. Максимальное урожайность 46,5 на площадь 2500-2600 гектар. Но клетки, которые первые убирали, давали 53-54 центра. Была такая урожайность у нас по компании. Общая площадь башни у нас в компании 25 тысяч гектар. 10% занято у нас горохами. Горох нам нужен как предшественник, в первую очередь, потому что хозяйство является семеноводческим. Выращиваем мы огромные объемы семян пшеницы. В этом году план производства семян пшеницы 30 тысяч тонн. И для получения отличного качества семян, крупных семян, мы используем предшественник горох. Спасибо за подробности. Давайте дальше по технологии пойдем. То есть вы высели эти семена. Дальше что делаете? Подкормки, обработка? Понял, все расскажу. Посев февральские окна, чем раньше, тем лучше. На данный момент мы все посеяли, уже получены всходы. 100% всходы гороха получены. Высевали мы его в этом году, 23 февраля, на мужской праздник. После посева у нас очень хорошие посевные комплексы Амазон, которые дают возможность нам посеять рано. Там клинец, не сошник, а клинец, который дает возможность высевать по более сырой почве. И по даже немного грубой почве. Мы высевали когда-то морозы были, и по морозу мы по корке сели горох. И отлично получалось. После посева проводим обязательно химпрополку. Когда фаза подходит, трочит и лист, настоящий лист. И проводим химпрополку, действующее вещество Амазонокс. Работали раньше МЦТА, но очень сильное угнетение, вторая волна не сдерживается. Не буду называть такими препятствиями, буду называть действующее вещество. Имазоноксом работаем, позлаком, если есть необходимость. Работаем дополнительно позлаком. Это зачастую в обязательном порядке, потому что падали озимые пшеницы в горохе недопустимо, потому что мы потом высеваем озимую пшеницу семенные посевы. И две инсектицидных обработки в обязательном порядке. Это начало цветения, конец цветения, разными классами действующих веществ. Это в обязательном порядке, для исключения поражения растений брукусом. Брукус для и другие вредители. Самое главное, это гороховая зерновка. После того, как бобы начинают созревать, обязательно проводим диссекацию посевов. Для минимализации потерь и оперативной уборки. Если не делать диссекацию, то очень повышаются потери при уборке. К уборке приступаем с влажностью 16%. Потому что 16-14% это оптимальная влажность уборки гороха. При более низкой влажности горох лужится, качество семян снижается. И покупатели товарного зерна даже не хотят брать зерно, в котором сечки более 3%. Сразу мы заходим убирать ячмень. Ячменя у нас не так много, ячмень в самом дальнем хозяйстве у нас находится, чтобы не засырять поля. И в промежутке между раннеспелыми сортами и позднеспелыми сортами озимой пшеницы мы приступаем к уборке гороха. И как только горох созрел, мы бросаем все, мы не убираем пшеницу, заходим сразу убирать горох. Потому что очень важны сроки уборки. Промедление со сроками уборки гороха очень влияет на потери, на урожайность. Если гороховое созревшее поле попадает под дождь, то очень высоки потери. Боговая культура в своем составе содержит очень много белка. И поэтому она очень быстро разлагается. И очень важны сроки уборки. Особенно если проведена диссекация посевов, то еще быстрее разлагается солома. Он ложится, тогда прижимается к земле, его очень сложно поднять. И если не выровненное поле, очень большие потери. Могут достигать 50% потери. Если горох убран вовремя, то там потери будут минимальны. И вот этот сорт болдор, который мы используем, он усатого типа. Не ложится, он как колючая проволока, держится весь друг за другом. И очень технологична уборка. Если раньше использовали стелющиеся сорта, они ложились, их раньше валили на свал, подбирали волки. Это было неудобно, если сильный ветер могло сдуть даже на край поля эти волки. То усатый тип гороха убирается напрямую и очень технологичен. На прямую убираем обычной зерновой жаткой. Ну и подытожить можно наш разговор. Залог успеха получения высокого урожая гороха. Это, конечно же, подбор качественного семенного материала. Подготовка семян, протравка семян. Подготовка поля с осени. Качественная должна быть зябь. Либо через зерёбка, либо пахота. Идеально выровнена с осени. Ранние сроки сева с оптимальной нормой высева. Поле должно быть не пустое. Должно быть заполненное поле. Особенно в нашей зоне. Если поле будет не заполнено, не будет густоты, то поле начинает лопаться. Почва лопается, сохнет. И там урожая не будет. Но обязательно хорошая защита растений. Действующее вещество имазамок с почвенным эффектом. Защита от комплекса бредителей. Также я не сказал, что семенные посевы мы обрабатываем ещё фунгицидами в обязательном порядке. Потому что есть развитие болезней. Ну и своевременная уборка с проведением диссекации. Дальнейшая подработка семян на зерноочистительной технике. Надо сразу после уборки подработать семена. Очистить от зерновой примеси. Если там какая-то есть. органическая примеси, минеральная примеси. И положить его на хранение. Спасибо. И вопрос уже такого экономического рода. Насколько это для вас прибыльная культура? Для вашего предприятия? И планируете ли вы там в дальнейшем увеличивать площади? Вы знаете, горох это... Она не такая уж рентабельная культура. Она в основном примерно в ноль уходит. По рентабельности. Но в этом году вообще цены на горох нет. В прошлом году была очень хорошая цена. И была рентабельность хорошая. Цифры не буду называть. Я думаю, не стоит. Но горох надо понимать для сельхозпроводопроизводителей. Это отложенная прибыль. По предшественнию горох, озимая пшеница дает обычно плюсом 10-10 центнеров прибавки. Это отложенная прибыль на озимые пшеницы. Особенно в семенноводстве. Это очень важно. Как предшественник. Горох это бобовая культура, которая накапливает азот атмосферной в почве. И в дальнейшем остается этот азот на последующую культуру. У нас есть в Краснодарском крае закон о том, что все в обороте должно быть не менее 10% бобовых трав. Это горох, соя, люцерна, еще другие культуры. Бобовые в обязательном порядке не менее 10%. Вот есть такой закон в Краснодарском крае. Мы этот закон выдерживаем при помощи гороха. 25 тысяч гектар пашни у нас, 2600 гектар гороха у нас есть. Отлично. Спасибо большое. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok